Здравствуйте, любители умных игр, вы слышите Алексея Халецкого, и я хочу ещё раз вернуться к Kingdom Come Deliverance. Дело в том, что в комментариях к моему видео, да и в некоторых обзорах и вообще отзывах к этой игре, я видел претензии к ней, что она не такая классная, весёлая, как Ведьмак или Скайрим, что в Kingdom Come Deliverance намного меньше контента, мало квестов, мало событий, мир выглядит пустым, и почему вообще так много внимания к этой игре, и почему многие обзорщики, в том числе и я, считают эту игру вехой. Вот в этом видео я хочу в частности поговорить об этом и вообще в целом о развитии игр Песочниц, то бишь тех игр, где нам предоставляется полная свобода действий, вы можете идти куда хотите, делать что хотите, забить на основной сюжет и бегать бабочек ловить, например. Сразу отмечу, я полностью согласен с теми, кто критикует Kingdom Come Deliverance за огромное количество багов. Вот, например, один из таких комментариев от Errol Groovy. Лёша, почему я должен давать поблажку игре за 50 евро? Игра стоит как ААА проект, позиционирует себя так, а глюки 2008 года, да ещё и ужасная оптимизация. Я, конечно, могу оправдывать чешских ребят тем, что они были вынуждены выпустить игру раньше, что они продолжают выпускать кучу патчей. Кстати, во время этого видео я вам показываю игровой процесс последнего патча 1.4, вместе с которым ещё и вышли High Definition текстуры. Игра стала выглядеть красивше, но тормозов у неё это не отняло. Хотя, кстати, тормозит она абсолютно так же, как и без High Definition текстур, так что я всё ещё считаю, что игру не оптимизировали. Так вот, это видео для тех, кто критикует именно игровой процесс. Это, конечно, не обзор игры, его я рекомендую посмотреть всё-таки. Ссылка в описании есть, или сейчас появляется в верхнем правом углу. Это скорее моё мнение и спор о том, как должна развиваться такая отрасль игропрома, как игры-песочницы. Ведь, несмотря на все глюки, баги, недоделанность, мне в Kingdom Come играть интересно. Чего, например, не было в Fallout 4. По-моему, на данный момент это последняя по времени выхода игра-песочница. В нём мне было скучно, потому что Bethesda из раза в раз пережёвывает одно и то же. С точки зрения бизнеса это круто. Fallout 4 – самая продаваемая игра этого игроразработчик. Но невозможно же выпускать постоянно одно и то же, хочется какой-то новой игры. И вот Kingdom Come Deliverance, несмотря на всю свою неуклюжесть, по-белорусски неозграбность, действительно новое слово. Совершенно не значит, что при этом она должна вам нравиться, естественно. Да и обзоры в Steam как раз говорят о неоднозначности игры. Всего 71% положительных отзывов. При этом мое любимое занятие – открыть негативные отзывы и смотреть, как человек, наиграв 218 часов в Kingdom Come Deliverance, пишет негативный отзыв. Человек наиграл 60 часов, 114 часов, 50, 103 часа и так далее. Вы сами можете зайти в Steam и выбрать только негативные отзывы и посмотреть, как люди жалуются, но продолжают играть. И я повторюсь, что их жалобы правомочны, потому что в подавляющем большинстве направлены на огромное количество багов и ужасную оптимизацию. Но как игра, как произведение искусства Kingdom Come великолепна. Во-первых, по-моему, это вообще первая песочница на моей памяти, в которой нету этих опостылевших магов, эльфов, ящерок и прочего фэнтезийного буйства. Это действительно имитация реального средневековья. На самом деле можно сказать, что и GTA – это в некотором смысле песочница из реальной жизни. Но всё-таки это больше экшен-проект. Тогда уже можно и некоторые другие игры сюда притянуть. А как ролевая игра, как отыгрыш роли, в реальном мире Kingdom Come офигительно. При этом я видел претензии, что, мол, не всегда она реалистична. Ребят, ну не забывайте, что мы всё-таки играем в компьютерные игры. Уже тот факт, что мы пользуемся геймпадом, мышкой и клавиатурой, означает, что игра нереалистична, как минимум. Просто разработчики постарались сделать так, чтобы для нас были важны наши решения. Чтобы мы не сломя голову бросались на огромную кучу бандитов и всех их убивали. А нам было боязно это сделать, действительно. Чтобы нам было сложно пересекать карту из конца в край и возвращаться сразу обратно. Потому что мы сразу начинали голодать, у нас начинали слепаться глаза. И в Kingdom Come Deliverance я впервые увидел правильное разделение времён дня. Если поначалу меня раздражало, что все лавочники уходили куда-то спать на ночь и не хотели никак со мной взаимодействовать. То потом я понял, что ночь это для одних дел, день для других. Я стал планировать наперёд свои действия. И это стало намного интереснее делать, чем в любой ролевой игре до этого. Когда ты мог выполнить квест в любое время. А заход и восход солнца просто как антураж и смены декораций. И пусть размер мира в Kingdom Come Deliverance намного меньше, чем в том же Skyrim. Но за счёт того, что вы опасаетесь передвигаться на дальние дистанции, он вам кажется действительно большим. И система с сейвами была бы нормальной, будь игра оптимизирована правильно и не крашилась у некоторых, что заставляло бы игроков переигрывать по 2-3 часа. В одном из комментариев мне написали, что система прокачки героев, что в Kingdom Come Deliverance, что в Maravindia не так уж и хороша. Вот эта концепция, что делаешь, что и качаешь, она конечно ближе к реализму и неплоха для простой песочницы. Но когда дело доходит до ролевой системы, то это ломает всю игру. Что делает игрок, когда обнаруживает, что его перст с самого начала кривой рогуль и не может не победить никого, не убедить. Правильно, ищет способ, как это обойти. Ну, это такой очень глобальный вопрос. И я это уже обсуждал, что есть игры, в которых вообще уже стали легализованные читы продаваться. То есть ты можешь пройти игру за 40 часов, но купив какой-то мощный дрын или проход на другой уровень, ты её проходишь за 5 часов. В чём идея? Ты же убираешь из игры, собственно, игру. Вот если тебе не нравится, как выразились в комментариях, задрачиваться, чтобы получить более высокий уровень, то вот это проблема игры. Я давно предлагал сделать в любой игре огромную большую кнопку в самом начале всех победить. И просто нажимаешь на неё и смотришь финальный ролик. Но если вы любители игр, как и я, любители умных игр, которые получают удовольствие именно от самого процесса играния, а не от того, чтобы достигнуть финала, то вот эта система с прокачкой того, чем ты пользуешься, она как раз и погружает в игру. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймёте, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Вот ещё хороший комментарий. Вот именно с исследованием мира у игр беседки лучше всего получается. Тут же, имеется в виду Kingdom Come Deliverance, мир, несмотря на красивые пейзажи, пустой. Пару вариантов случайных встреч, квесты, за которые ничего не дают, и карты сокровищ, которые тупо идёшь на точку и копаешь. Дело в том, что он пустой для тех, кто не интересуется историей. Здесь вы получаете удовольствие не от того, что у вас на каждом шагу гробницы с какими-то драуграми, могильнички и прочие ништячки, раскиданы пригоршнями на один квадратный метр. От того, что ты рассматриваешь богемию XV века и в неё веришь. Я постоянно здесь захожу в церквушки и смотрю росписи на стенах. К тому же я люблю историю Священной Римской Империи и Германской нации, и как раз это период, когда столица империи переезжала из Праги в Вену. Мне интересно здесь находиться. Но я понимаю претензии людей, которые хотели Скайрим, а им пихают какую-то фигню про Средневековье без магии и всей этой визуальной развлекухи. Но эта игра просто не для вас, действительно. И это не значит, что Скайрим плохой или Kingdom Come Deliverance плохой. Они разные и проразные. И это здорово, потому что действительно в последнее время ощущение, что появляются проекты, похожие друг на друга, одинаково красивые, блестящие, но выхолощенные внутри. Да, ребята из Чехии не смогли навести лоск на свою игру. Да, требуют за неё слишком много денег. Но Kingdom Come Deliverance как минимум необычно. Вы её ни с чем и никогда не спутаете. Ни по игровому процессу, ни по механике. Конечно, много претензий ещё к битвам. Но и здесь разработчики постарались сделать что-то оригинальное. Кто-то считает, что у них не получилось. Я считаю, что у них получилось, потому что мне интересно в этих битвах участвовать. Сложно и необычно. Стало, когда легче, например, с мечом управляться, я сразу поменял его на топор. С топором уже сложнее. Что можно двуручные мечи взять, например. И вот тут та претензия, которая где-то в середине говорила о том, что человек начинает обузить какие-то штуки, чтобы быстрее прокачаться и получить более высокий уровень, и не хотеть всех побеждать. Для людей, которые любят играть, это наоборот. Возможно сделать себе сложнее. В любой игре всегда будет игрок, которому будет казаться, что игра слишком легкая, и будет игрок, которому будет казаться, что игра слишком сложная. Задача разработчика найти уникальную середину, в которой большинству из купивших игру будет интересно. Третий Ведьмак стал вехой в истории игр, потому что он первый показал настолько классно прописанных героев в ролевой игре «Песочница». За это, конечно, во многом спасибо Анджуе Сапковскому, но и CD Projekt поработали и проработали персонажей великолепно. Согласитесь, с точки зрения ролевой игры, Ведьмак отнюдь не идеал. Kingdom Come Deliverance веха, потому что это первая крупная открытая ролевая игра в реальном мире и по реальной истории, без всяких магических штук и драконов. И в ней интересно находиться именно тем, кто любит историю европейского средневековья. Да, я согласен, это очень нишевый проект, и явно не для всех. Но судя по той статистике, которую показывают продажи, а это на данный момент 650 тысяч проданных копий и примерно 450 тысяч аудитории играющих человек, в своей нише Kingdom Come Deliverance реально хип. Возможно, у кого-то были завышенные ожидания от этой игры, но, как я и сказал в своем обзоре, я, например, получил именно то, что я ожидал от игры. Ну, кроме, конечно, такого количества багов и глюков. Да, возможно, мне тоже кажется, что здесь маловато квестов. Но это просто потому, что мне хочется еще и еще. Мне и в Ведьмаке третьем потом казалось, что маловато квестов. И сейчас я считаю, что там маловато квестов. Просто хочется продолжения истории. Но если говорить о реалистичности, я просто вот сейчас взглянул, что я типа в мире провел 30 игровых дней и уже убил там что-то в районе 150 человек. Вы же понимаете, что в реальном мире на вас бы уже объявили охоту, как на дико взбесившегося маньяка. Здорово, что есть разработчики, которые стараются по-разному взглянуть на жанры. И не упрощают их, а наоборот стараются усложнить. Ну что, хотите, чтобы беседка выпускала один и тот же Скайрим, меняя просто название в игре? Или вы считаете, что четвертый Фоллаут это не Скайрим в постапокалиптическом антураже? Смотрим, кстати, что CD Projekt с Киберпанком 2077 сделает. Мне почему-то кажется, что это будет все тот же Ведьмак, третий Ведьмак, только в обертке Киберпанка. И естественно, мы в эту игру будем играть. Никто CD Projekt не осудит. Но с точки зрения творчества и новизны, это будет, несомненно, шаг назад. Именно поэтому я не хочу кидать гнилые помидоры разработчиков Kingdom Come Deliverance. Эта игра выглядит как сборник новых оригинальных идей. Да, подкачала техническая реализация. Но я с этим могу мириться. Так какие же игры Песочницы вы готовы принять? Что вы лично считаете нужно менять в этом жанре, чтобы он вам понравился? Лично мне бы хотелось, например, что-то подобное, как Kingdom Come, только во времена хороших императоров Римской империи. Тоже окраина Далматии, предположим. И там происходят какие-то события, которые не особо на судьбу империи влияют, зато вовлекают у вашего персонажа, и вы там окунаетесь вот в эту всю древнеримскую тематику. В общем, я выговорился, теперь дело за вами. Жду ваших комментариев. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте. 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 Играйте.